Затарится Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, никому из вас не надо объяснять, кто такие помещики. Так называли людей, которые владели землей, поместьем. Люди эти были дворянского звания, и от них зависела жизнь простых крестьян. Сейчас это все в прошлом, но именно об этом прошлом я и хочу вам прочитать один рассказ. Называется он «Случай». Итак, случай этот произошел давным-давно в усадьбе одного помещика. Помещик был в прошлом военном, а потому был строг и любил во всем порядок. И вот однажды... Ах, бегоряли! Ах, разбойники! Это ж надо такое совершили, а? Без ножа зарезали. Ну, ох, я только узнаю, кто этот поджигатель. Ну, я ему... Я его. До конца жизни, на каторгу. Это они еще плохо характер мой, видать, знают. Ой, плохо. Привыкли? Привыкли, что добрым с ними был, а нет. Нет. Ну, как же людям теперь в глаза отсмотреть, а? Ведь почитай полокруги. В четверг на банкет-то пригласил, чтобы новую псарню показать. Нагльский манер, который еще никто не видал, но теперь уж и не увидят. Ах, ведь оставалось-то только прибраться немного, да? Собак переселить. Ой, что же делать-то, а? Что же люди-то скажут теперь, а? Скажут, отставной полковник Земсков Андрей Иванович. Хвостун и болтун. Вот что они скажут. Ой, что же мне теперь делать-то? Да куда же Федор-то запропастился? Ой. Что же мне делать-то? Что? Можно, Андрей Иванович? Ну, друг ты мой сердечный, Федор, ну где ты ходишь? Ну что, был на пепелище-то, да? Видал? Видал, что сотворили? Видел. Ну вот, ты вот что. Ты сейчас иди туда, собери всех, кто, когда пожар начинался, был рядом. Всех собери и выспроси. Выспроси, я прошу тебя, кто, кто этот поджигатель. И вели привезти его ко мне. А уж я с ним, я с ним сам поговорю. Хотя разговор-то тут будет короткий. На каторгу, на каторгу. Вот так. Иди. Ты же знаешь, как я тебе доверяю. Прошу тебя, не подведи. Выспроси ты там все. И приведи ко мне. Да чего тут выяснять, Андрей Иванович, когда и так все известно. Как известно? Так что ж ты молчал? Ну, дорогой ты мой. Ну, а что ж ты его сразу-то не привел, а? Где он? Кто это? Дело в том, Андрей Иванович. Ну? Что он перед вами. Кто? Где? Что-то я не понимаю. Это я спалил псарню. Случайно. Федя. Да как же ты? Да нет, я тебе не верю. Ты что? Ты же мне за сына родного. Я же тебя в управляющие всех владений готовил. Я же тебе душу родную обрел. А ты за все вот так решил отплатить? Простите меня, Андрей Иванович. Я ваше добро даже на каторге помнить буду. И буду молиться за вас. Вы же меня сиротой подобрали. Без роду, без имени. Человеком сделали. Грамоте обучили. Федя, да ты понимаешь, что сделал-то? Ты понимаешь? Ты же меня опозорил. Нет теперь, что же делать-то? Ах, Федор, Федор. Я случайно, без умысла. Старые кусты корчевали за новой псарней. Их там целая гора скопилась. Но я и решил их поджечь. А они словно порох вспыхнули. А тут, откуда ни возьмись, ветер налетел и прямо на псарню потянуло. А там стружка и щепа неубранная. Вот и заполыхало. Пока мы за ведрами и водой, а сквозняком схватилось. Одним словом, виноват я. Сделал глупость. Надо было в чистом поле сжечь. Глупость? Да ты понимаешь ли, понимаешь ли меня, что это не просто глупость, это убийственная глупость-то. Да мне лучше бы, чтобы пуля меня сыскала на службе. Лучше бы... Да что теперь? А что же мне теперь делать-то? Неужели же мне тебя на каторгу посылать? Да нет, рука не поднимется. Но и рядом с собой оставить не могу более. Ты вот что. Уйди сам. Уйди, куда глаза глядят. Всю жизнь буду вас благодарить, Андрей Иванович. И молить Бога, чтобы вы простили меня. Иди, иди. Прошу тебя, не трави душу. И так больно. Ты что, Иван? Тебе чего? Это того. Чего того, не до тебя, убирайся. Уходи, Иван, уходи. Слышишь, что барин говорит? Не уйду. Не уйду. Это еще что такое? Ты что, белины, что ли, объелся? Сказано, убирайся, не до тебя. Да не могу я. Она не пускает. Вот еще сумасшедших нам только не хватало. Она не пускает. Кто она-то? Ну, кто? Да совесть, совесть. Кто? Совесть? Я уж все собрал. Женой, детишками попрощались. Четверо их у меня. Ну, все собрал. И что? И куда ты собрался? Известное дело, на каторгу. Все же слышали, как вы грозили поджигателю. Так вот это я. Я он сам и есть. Что? Не важно. Федор-то ваш, вот когда узнал, что я эти кусты бедовые запалил, вот решил вместо меня калиться. Ну? Мол, бессемейный он. А у меня, ну, ради детишек, говорит. А я поначалу струсил, согласился. А вот она покоя не дает. Хороший человек, Федор-то ваш, без вины пропадать будет. И ты готов был жить свою на каторгу, да? Виноват, Андрей Иванович. Да это я виноват, это я, Федор. Феденька. Да как же это? Как же, как же у тебя, как же у тебя дохода-то хватило, а? Так ведь детишек жалко. Барин, мне насчет каторги-то где подождать? Ай, да уж иди, иди. Куда идти-то? Да домой, домой иди. А как же, с псарней-то как? Ах, да псарню новую отстроим, еще краше. Только уж смотри, если эту спалишь. Да что вы, барин, батюшка, что ж я? Враг человеческий, что ли? Я же... Ну, все, все, проваливай. Вы только Федору, Федора не вините. Да ты что? Ты смотри-ка, Федя, барина своего не слушай, да? Может, у нас тут, может, у нас бунтарь тут завелся, а? Какой из него бунтарь? Спасибо, спасибо. Так, я что тебе сказал? Соня, проваливай. Ушел, ушел. Федя, что ж ты со мной делаешь? Что ж ты меня изводишь, да? Чуть не заставил с горе умереть. А теперь, теперь из-за счастья. Федя, ты запомни, что нет у меня на целом свете никого дороже тебя-то с такой вот душою светлую. Андрей Иванович, простите. Да ничего, ничего не говори, Феденька. Вот такая история, друзья. О чем она, я думаю, говорить не надо. И без того ясно, что о любви к Брижнему. Дар этот драгоценнее всех других. Без него все знания мира есть ничто. Без него все и вся теряет свой смысл. Как бы мне хотелось, чтобы и мы с вами стали обладателями этого удивительного Божьего дара. До новых встреч, друзья. И храни вас Господь. Продолжение следует...